Я хотел к тебе заехать, увы, не всегда получается. Давно мы планировали это сделать. Давно планировали, да, но так уж случилось, что ты, как уже несколько суток, являешься молодоженом. У нас свадьба произошла, отгуляли немножко, да? И сегодня покажем, как ты это назовешь, эту тренировку? Ну, я назову... Нежненькая тренировка груди. Да, наверное, та тренировка, которая необходима, когда у тебя нет совершенно режима. Ага. То есть так. Да, когда у тебя постоянные разъезды, какие-то проблемы, то есть, в общем, когда ты не можешь сориентироваться на постоянный план питания. Просто, как бы, это, почувствовать, что ты еще живой. Да, скажем так, почувствовать, что ты живой и, в принципе, постараться удержать всю твою мышечную массу, которую ты не хотел бы потерять. Постараться. Постараться. Поэтому мы сегодня постараемся. Ну и вы с нами. Погнали. Да я вообще обожаю пищу. Еда – это круто. Леха, ты так просто не разминаешься, да, там, плечами не крутишь, ничего не делаешь, только уже непосредственно на тренажере. Оно у меня получается малоамплитудное. Особенно плечи, там, вращение руками, вперед-назад, ты уже не можешь себя растянуть так, как тебе надо. И поэтому я чаще использую уже очень маленькие веса, ими разминаюсь, аккуратненько опускаю, делаю полную амплитуду. Как только мышцы становятся эластичными, разогретыми, я уже начинаю просто навешивать веса. Ты это сугубо с точки зрения травмоопасности, да? Я не могу сделать полную амплитуду сустава без веса, да, как бы это все-таки адаптация суставов, мышечных тканей, более они в тонусе. И просто, скажем, это для меня пуская трата времени, как я считаю. Такие качки уже качаются с маленькими самцами. Не, на самом деле, вот если бы вы показали мою тренировку, которая в режиме, да, вот, как бы, вообще я тренируюсь, многие бы, скажем так, для любителей вообще бы она не подошла, потому что, скажем, я не вешаю уже большой вес, там, нажим лежа, я делаю его всегда, но я делаю его вторым уже упражнением, и я жму там 200 на 20, то есть вот так, вторым упражнением, то есть, скажем, в целом, как бы, там, вообще, так, на 8 раз взять уже побольше, я уже грудь так не качаю, то есть, скажем. Поэтому это был бы смошенший дом. Когда я начал жать 210, я почувствовал, что действительно веса, которые уже растут за грань 200 килограмм, тогда на первый момент, когда вообще новые веса, которые ты не делал, ты всегда берешь, твои мышцы в стабилизаторе не справляются, допустим, грудная даже справляется, и ты чувствуешь, что тебя шатает, тебя трясет, за счет этого создаются такие вибросы, что ты неуверенно жмешь, постоянно у тебя движение по какой-то траектории, не той плоскости, которой надо, и я всегда снизил вес сначала, когда дошел до 210, снизил вес, начал делать с паузой, она мне дала, как бы, уверенность в том, что я точно не травмирую грудную мышцу, и, как бы, дальше уже диафрагма, она адаптировалась, и я кладу их спокойно, я не задыхаюсь, то есть, четко сохраняя дыхание. Я положил, я почувствовал уверенность, я положил, я чувствую, если я нормально жму, без проблем, она хорошо растянута, я выжимаю, опять положил, опять сконцентрировался, выжил. Если какой-то эксцесс бы произошел, скажем, я опустил, я чувствую дискомфорт, что явно что-то не так, я всегда попросил страхующего ее поднять, ну, к счастью, такого никогда не происходило, и, в принципе, этот жим у меня остался вот как-то так. И у тебя, ну, я-то знаю, да, для зрителей, везде, в принципе, такой подход, ты всегда занимаешься в безопасном вот этом режиме. Да. Таким образом, вот, при всех твоих объемах ты никогда ничего, так, грубо говоря, не травмировал, правильно? В принципе, было дело только ноги, но, скажем, это был небольшой надрыв на левой части ноги у меня. Да. 2010 год, когда я выступал на Арнольд Классик в Америке, это первый Арнольд Классик был, за три недели до него. Но это было не из-за техники, а движения, это было по некоторым другим соображениям, причинам. Ну, разгар сушки, не было. Разгар сушки, да, тоже обезвоживание, день был такой очень непростой, у меня Наташа сдавала в фитнес-хаусе экзамен в этот день, и, как бы, напрягала следующими вопросами. Я иногда писал ей ответы, когда она сидела в планке, да, вот. И, да, я немного отвлекся, но это было не страшно совершенно. А как ты думаешь, вообще можно себя обезопасить от этого, да? Вот все равно, вот, все мы живем в реальной жизни. Понятное дело, что в теории нужно прийти в зал, отключиться, да, и сконцентрироваться именно на работе мышц. Но не всегда это получается, всегда тебя бывают какие-то вопросы, да, мучают. И именно тогда стоит, как-то, может быть, сбавить нагрузку. Вот как ты думаешь, можно на 100% застраховаться? Нет из этого? С медицинской точки зрения, это просто нарушение водно-солевого баланса, скажем. Ты посидел до этого в сауне, или ты не, как бы, соблюдаешь питьевой режим, да, и там... Многие люди эти, там, внутри этого недополучаются. Да, да, или, допустим, наелся соленого, пришел, у тебя водно-солевой режим поменялся, эластичность мыши стала гораздо хуже. Ты этого не запомнил, пришел, начал жать свои веса, а, допустим, если у тебя еще безрежимная идет, почему вот тренировки, они делятся на режимные, безрежимные, допустим, у меня. Да, потому что, как бы, когда ты не соблюдаешь режим, это зона риска повышенного травмы, и ты не замечаешь, что действительно люди делают, при мне даже травмировались, люди делают свой стандартный вес, и просто ни с того ни с сего что-то у них треснуло там, и начинаются такие проблемы. Скажем так, если ты в режиме, это ты снимаешься на минимум, ну, соответственно, ты дозируешь правильную тренировку, нагрузки, это сводится на минимум, но риск есть на самом деле, потому что все-таки, особенно у профессиональных атлетов, потому что, когда ты тренируешься с огромными весами, у профессиональных атлетов отсутствует инстинкт самосохранения. Когда обычно... То есть, усталость, наверное, накапливается, да, которую ты не можешь почувствовать? Да, да. Именно не та усталость, да, психологическая, а именно физическая, да. Да, да любой, наверное, профессиональный спортсмен к концу недели чувствует, что он, что-то я устал. Потом, вроде бы, опять идет выходной, он как бы восстанавливается, и опять начинается неделя сначала, потом опять, куда-то, да ни хрена себе. А веса-то растут все время, ты прогрессируешь. Поэтому, когда обычные люди приходят и жмут ногами и говорят, все, я больше не могу, а еще там в запасе 10-15 повторений, ты думаешь, да ладно. Вот это инстинкт самосохранения у них отставки, конечно. Собственно, почему я выбираю вторым упражнением в этом тренажере? Потому что, опять же, тут плоскость движения ограничена собственным тренажером, это не дает нагрузки на мышцы стабилизаторы, только на участок груди, который вы хотите задать. Поэтому это идеально подходит, когда у вас безрежимный тренинг. Ну, тренажер можно назвать хамером наверх груди. То есть мы начинали с горизонтальной поверхности на общий массив груди. Теперь смещается нагрузка наверх груди. Но хочу сказать вам, что в Алмазе все тренажеры подварены, подстроены, так сказать, под Алексея Лисукова, и нагрузка очень необычная. Я вообще всем советую, если вдруг в Питере будете, заезжайте в этот зальчик, чтобы почувствовать немножко иную нагрузку на группы мышц. Потому что это эксклюзив, здесь такого больше нигде надежды. Музыка. 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 Лех, все, кто более-менее в теме, знают, вот на примере даже вот твоих остановок на жиме лежа, да, знают, что у тебя свой такой подход. Ты ни на кого не равняешься, ты сам делаешь то, что считаешь нужным. И это тебя отличает вот от большинства качков. Но никто не знает именно, вот как ты все-таки тренируешься, какой у тебя сплит и делаешь ли ты на что-то приоритет. Вот икры хронические, я привык качать уже два раза в неделю, потому что только так они растут очень медленно, но они растут. А соответственно, ну сейчас очень большой уклон идет на спину, потому что все равно спиной как бы ее очень много не хватает. Тем более... Последний сезон, да, ты посмотрел, что... Да, да. То есть вроде бы она растет, добавляет, но не хватает этой толщины и спины, то есть еще очень много добавляет, потому что там... И как ты этот приоритет ставишь? Более часто, может быть, будешь тренировать или... Да, у меня все равно получается две тренировки спины в неделю. Просто одна тяжелая, другая более легкая. Допустим, если у меня тренировка спины идет легкая, это обычно всегда плечи. Просто плечи идут первыми, потом идет тренинг легкой спины, соответственно. Когда базовый тренинг спины, у меня идет она первая и, соответственно, она там участвует только одна. Ну, а все остальное по одному разу в неделю или как? Да, стандартно. Грудь, бицепс, рук, ноги. Ну, ноги как бы один раз в неделю, больше ты их никак не прокачаешь. Да, я разделяю там квадрицепс и бицепс бедра, да? Да, я разделяю. А бицепс бедра с чем тренируешь? Или тоже делаешь? У меня идут бицепс бедра. Нет, он идет полностью. Просто там чаще всего задействуются в последнее время и ягодичные мышцы, и нижнюю часть поясницы, продольные мышцы спины. То есть так. Вот совсем недавно, да, пару лет назад, я помню, что ты делал акцент на плечи, да? Да. И действительно, они у тебя конкретно подросли, прям стали преобладающие, да? Ты как их тогда тренировал? Тоже более часто? Тоже, они у меня шли где-то на протяжении трех лет два раза в неделю. Тоже, тоже тяжелая тренировка и легкая. На тех пор, пока у тебя не стало три головы. Три головы, да. Ну, все равно, добавить все равно немного надо, но как бы задняя дельта меня больше радует, чем надо. Да, да, да. Ну, и такой в подведении итога, да, наверное, универсальный совет, более частый тренинг для устающих мышц. Ну, да, скажем, всегда его, допустим, тоже люди приходят, говорят, вот у меня встают какие-то группы мышц. Действительно, их нужно тренировать чаще, да, скажем, два раза в неделю, но при одном условии, если у тебя действительно при этих тренировках два раза в неделю веса дальше растут или растут повторения, то есть когда прогресс идет, чаще всего люди начинают качать два раза в неделю мышцу или три раза в неделю мышцу какую-то одну группу мышц, но они не следят за своими отягощениями и повторениями и часто стоят просто на месте и она может просто это не показатель то есть чистота тренинга не показать для самый основной показатель это следить за прогрессом да это прогресс весов отягощение при сохранении конечно же опять же техники то есть несколько условий склад складывается в одно но факт один больше вес больше повторений какие вопросы задают чаще всего вот такой такой вопрос именно по тренингу который вот чаще всего люди задают может быть вот не такие вот как бы знаешь избитый как вот как ты так накачался или там что надо сожрать чтобы так накачаться а именно вот тренинга может быть касаюсь техники по тренингу ну обычно нет самого часто задаваемого просто обычно все вопросы сводятся к тому что кто-то что-то не чувствует или у кого-то что-то отстает и пытается узнать как этого достигнуть там чаще всего там задняя дельта там там ноги до либо как вот эти части либо внутренней части да то есть я грудь не чувствую вот я беру там уже по 55 килограмм гантели я не чувствую грудь вот я говорю ну ты немножко смесь тогда нагрузку и постарайся именно почувствовать не жми всем телом чем можно да вот основная проблема там я чувствую только переднюю дельту да на груди соответственно это говорит о том что человек уже застыкнуть сильно на весе и чувствует работу мышц здесь уже стоит сделать шаг назад почувствовать мышцы а то едва да когда передняя дельта уже раскачалась вообще не покачать ну как инструктора преподают там вот допустим начального зала они просто ведут тупо на тренажеры потому что тренажер задает определенную плоскость движения и как бы сам подстраивать технику но они остаются только на тренажерах вот поэтому вот такая проблема во франции и германии да но я собственно чувствую такая ликвидность интернета тоже становится что у нас большинство людей начинают переходить больше никак накачаться что ли а вот именно какое-то волшебное средство что принять собственно и какие-нибудь простые упражнения которые бы тебя не напрягались а как ты вообще думаешь в связи с бурным таким развитием интернета да это плюс или все-таки минус потому что много и псевдо тренеров да много снимают тренировок люди которые собственно и должны этим заниматься да вот такие ребята как ты допустим они не очень кстати почему ты как-то не очень с интернетом я сказал бы вообще не медийный пока что как ли это смотря на всю твою популярность да ты не стараешься как бы делиться опытом раньше это была связана проблема в том что так я все таки больше занимаюсь и бы именно спортивной медициной и такой бочки фактической точки зрения это вырезали потому что бы это было очень сложно слушать очень сложно слушать терминологию я как бы уже более адаптировался все-таки опыт я с обычными людьми до больше на их языке да как бы все таки всегда нужно понять все таки медийности интернет ты рассказываешь должен больше популярны как бы да даже научно популярность фильм многим не подходит я надеюсь что в ближайшем будущем и состоится мой проект мы тем более занимаемся этими планами и да и в целом как бы он будет активирован на людей как бы из продвинутой уже тренерской деятельности для тренеров и кто увлекает скажем уже тоже самообучением как бы такой теория и для 16-летних то есть скажем не то что для 16-летних а то только начал заниматься то есть так мы постараемся адаптировать этот проект обалденный тренажер самое главное еще в этих упражнениях это правильно подобрать положение сидушки наши многие на самом деле ее либо слишком высоко поднимают либо слишком низкой поэтому таких тренажеров чаще всего чувствуют плечи поэтому говорят что-то какой-то хреновый тренажер пойду-ка я поеду гантелями хотя они тоже там ничего не почувствуют это положение сидушки данном тренажере главное чтобы она была на середине плечевой кости то есть нижней части дельты и тогда нагрузка будет идти идеально а а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Я так понимаю, основное преимущество блохов над гантелями, это то, что мы можем пиковую нагрузку некоторое время держать, да, потому что если гантели мы свели, то тут нагрузку уже потеряли, да, вверху, вот, а здесь мы можем немножко варьировать, да, времени. Ты на каждой тренировке делаешь или чередуешь с гантелями, с разводкой? Ага. Ну, скажем так, так как у нас безрежимный тренинг, да, сейчас, как мы говорили, действительно, мне нравится это упражнение тем, что ты делаешь движение и фиксация, как бы, в конечной паузе. Здесь она, соответственно, фиксирована, полностью сжата, и это упражнение мне нравится еще для того, чтобы она держит грудную мышцу в тонусе именно в медиальной части, то есть, если, в принципе, жимовое движение дает латуральную нагрузку, да, она становится круглой сбоку, то в центре, как таковой, тонус теряется, нет такой формы, да, грудной мышцы красивой. Да, большинство это, как раз таки, проблема. Да. Вот здесь она фиксация, потому что локти сведены, нагрузка остается статичная, она идет в центр грудной мышцы. И второе, почему не гантели, потому что, именно, опять же, в безрежимном, да, тренинге, потому что гантели... Более безопасный вариант. Более безопасный вариант, нужно меньше отягощения, соответственно, и, соответственно, как бы, тут, в принципе, плоскость, она ограничена, да, блоками, это очень удобно. Тренировка груди, как вы уже поняли, не совсем тяжелая, поэтому мы еще включили трицепс. Начинаем с блока. Разгибание рук, стоя у блока, во-первых, прямой рукоятью, дает основную базовую нагрузку, в целом, на трицепс. Технически, в принципе, выполняет это упражнение не такое сложное. Она задает определенную плоскость движения, хорошую концентрированную нагрузку и, в принципе, достаточно изолированное упражнение. Лех, наклоняешь корпус, не наклоняешь и тормозишь ли амплитуду? Да, всегда обычно делаю фиксацию, но, собственно, когда я работаю в безрежимном тренинге и вес достаточно легкий, в принципе, корпус всегда у меня в прогибе находится. Когда очень тяжелые веса, тогда я дожимаю иногда. Было хорошо. Алёха, про твою форму ходят очень много разных комментариев, да, каждый считает нужным... Каждый сезон. Каждый сезон, и каждый считает нужным высказать свое мнение, да, и я всегда всем говорю, что, да, действительно, на фотках, может быть, не совсем виден тот рельеф, да, но когда вживую, ты реально показываешь какую-то самобытность, да, такую наполненность, мышь, как у тебя, никто не показывает, и, собственно говоря, места твои, да, выше, там, скажем, наших соотечественных всех, да, говорят о том, что, когда ты смотришь и оцениваешь реально вживую, да, это другая картинка, собственно, и судьи, да, я не думаю, что судьи, там, специально тянут тебя, да, тем не менее, ты занимаешь... Особенно зарубежные, да? Тем не менее, ты занимаешь более высокие места, но очень много есть недовольных, да, говорят, что там прослойка воды, там, чуть ли не жир и так далее. Ты сам как относишься к своей форме, ты доволен ей, и как ты видишь это в перспективе? Потому что есть такая мысль, да, что, типа, как ты бережешь там себя на будущее, да, вот расскажи, как из первых уст. Ну да, собственно, как бы, наверное, люди даже долго ждали такого комментария лично моего, да, в разновернутом виде, скажем так, своей формой я доволен, доволен, в целом, как бы, конечно же, прогресс идет из года в год, и он никогда не останавливается, и каждый год я в первую очередь поигрываю себя. По поводу моих мест, да, там, зарубежных судьев, скажем так, особенно профессионального бодибилдинга, они не заинтересованы не то, чтобы меня ставить, как бы, выше, да, там, и еще, у них своя политическая игра, и я только вхожу в этот вид спорта, и, соответственно, как бы, подойти к Матли или Рубину Чангу и поговорить с ним, как бы, за жизнь, да, и чтобы он сказал, Алёха, это наш парень, надо его поставить его поближе. Нет, такого, на данный момент такого не происходит. Вот. Будем надеяться, что на данный момент. Да, как бы, нет, блин, конечно, в дальнейшем будущем я тоже хочу, я бы хотел бы, там, даже, соответственно, чтобы к нам приезжали они почаще, и мы могли сесть все вместе, и даже, возможно, поговорить по-русски, а не на английском языке, потому что я считаю, как бы, английский язык не так выражает эмоции, что ли, вот, ну, не суть, да. По поводу формы и мест, да, как бы, места ставят, да, действительно, вперед, и многие поражаются, блин, как так, я же смотрю фотографии, вроде бы, вот, дебилник, такая сфера, которую нужно прийти и посмотреть вживую. Просто прийти, посмотреть вживую и насладиться этим шоу, потому что, как бы, стоят проатлеты, они и так лучшие парни, вот, и, соответственно, как бы, то, что меня ставят постоянно на места выше, как бы, это говорит не о том, что, как бы, некомпетентность студии, да, или их субъективность, или то, что я с ними в очень больших, как бы, дружеских отношениях, это дело в том, что, действительно, я лучше. Что касается, да, по своей форме в 100%, да, допустим, я знаю, что я буду становиться из года в год лучше и лучше. А по поводу доведенности, скажем, определенной, там, ободранности, да, я же тоже не говорю о том, что, да я же выглядел вообще суженекуда, такого нет, как бы, я прекрасно понимаю своих поклонников, прекрасно понимаю, как бы, как это можно сделать, это несложно, потому что, как бы, все выходят, в принципе, и на областях таких же турниров, как бы, ободранные, как бы, вопрос другой, чем это чревато, да, как бы, и, скажем, вопрос в следующем, и как это сделать, чтобы быть довольным, счастливым, здоровым и прожить долгую жизнь. По поводу межсезонья, вот я помню по себе и по тебе, что каждое межсезонье, вот этот отрезок из максимального межсезонного веса и максимальной формы, да, он все меньше и меньше, ты заметил, да, что меньше задерживается вода, да, у тебя последние межсезоны, они были не максимальные по твоему весу, да, все раньше ты был до 123 килограмм, а сейчас у тебя межсезон какой примерно? То есть вот 119, 119 с половиной, это вообще плотный межсезон такой. С каждым годом все труднее прогрессировать или это уже организм адаптируется и уже меньше задержка воды происходит, и как? Да в целом, в целом, как бы, скажем так, нет прямой зависимости, да, от прогресса? Нет, есть, и прогресс, да, но даже, скажем, если не брать, вообще убрать в целом спорт, любой человек, скажем, с возрастными изменениями водно-солевого баланса, гормонального фона, любой человек становится более, скажем, суши, да, суши не по тому плану, скажем, а вот кожа теряет меньше жидкости, да, за счет гормонального перестроения, вот. Да, я помню, я раньше в межсезон парился прям, ну, ходишь как свинка, да, Мишка, а сейчас что не делаешь, уже вода так не задерживается. Да, 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 ты, в принципе, можешь съесть гораздо больше, но ты теряешь легче жировую ткань, и, собственно, это не становится такой уже проблемой, то есть, как бы, как факт, допустим, особенно первой сушки, да, особенно, я помню, там... Ну, там за первые два дня, там, плюс 20 килограмм, да? Да, да, 20 килограмм, ты думаешь, ёкалов, что со мной произошло? Вообще, это обалдеваешь просто, да. Да, и мало кто из зрителей знает, и даже ты, наверное, не знаешь, скорее всего, ты не знаешь, я тебе об этом не говорил. Я начал выступать из-за Алексея Лисукова, потому что я смотрел в 2009 году... 2009 это был, Тюмень? А, Атлетика Альянас 2009, и вот с тех пор я решил, что я тоже хочу попробовать. Но ты мне говорил, еще в Египте мы, помню, были когда как-то вместе, мы просто недушно расслабились. Разоткровенничался. Просто недушно расслабились. Я бы, собственно, как бы прокомментировал как-нибудь или подбодавил бы Андрея, но, собственно, я прекрасно вижу, что с тресцем у него полностью все в порядке, как бы. Тут даже нет комментариев. Ну что, заключительное упражнение нашей сегодняшней постсвадебной тренировки – это брусья, имитация брусьев, да? Ну, здесь, наверное, важно обратить внимание на наклон корпуса, потому что чем больше будет наклон корпуса, тем больше нагрузка будет смещаться в грудь. Совершенно верно, да. Ну, мы все-таки добиваем тресцуз, поэтому стараемся держать. Прямо? Угу. Еще есть какие-то моменты, которые бы ты хотел сказать по выполнению? Вообще, в целом, да, когда вот планомерно работаешь, это амплитуда движения, потому что движение заключается, соответственно, чем выше ты согнешь руку в лоске, тем больше амплитуда будет на тресцуз, но нужно аккуратнее, соответственно, плечевым суставам тоже. Лех, глядя на все предыдущие упражнения, я сделал вывод, что ты набираешь вес до тех пор, пока, до отметки. Вот сколько набирается. Здесь же ты с каким весом работаешь обычно? А здесь, собственно, система не изменилась. Я, честно говоря, очень редко задействую этот тренажер, скажем, в режимном тренинге его вообще не использую, опять же, по причине того, что веса так много, что, собственно, мой вес тела, да, как бы, даже с учетом того, что я пристегиваюсь ремнем, просто потому что меня все равно поднимает. То есть нагрузка на целевую мышцу уже размытая, да? Да, то есть ты, да, приходится тебе нагрузку на ноги давать, напряжение. Ну, мне этот тренажер очень нравится, потому что у меня была определенная там микротравма плечом в суставе, ты помнишь еще год назад, наверное, вот. И несмотря на то, что здесь, конечно, есть нагрузка неплохая на плечевой сустав, но, тем не менее, она гораздо меньше, чем на просто брусьях. Да, да. Поэтому это выход из ситуации для тех, у кого есть какие-то проблемы с плечевым суставом. Да, соответственно, верно. Ну что, поехали? Леша, вопрос из инстаграма. Значит, очень много прошло вопросов по поводу питания. Вот, я сейчас попытаюсь их все в один вопрос объединить, да? То есть тут из каких продуктов Алексей предпочитает получать сложные углеводы? Считает ли он калораж? И как он изменяется в день отдыха и в день тренировок? Вот давай немножко про питание. Сколько раз в день ешь и что-нибудь такое? Да, ну, как бы, я думаю, это, в принципе, будет стандартно, да, уже, как и многие спортсмены, у меня приемов пищи примерно 7 на день. Это без учета спортивных добавок, вот, спортивных добавок, приема 3 стандартно. А углеводы по отношению к белку в межсезон или соревновательный период? Ну, как бы, соотношение у белки-углеводы, как бы, у меня больше, как бы, идет, да, прием 2,5 грамма белка на килограмм веса тела. Углеводы примерно в межсезонье, я не веду контроль четкий, больше это, как бы, преподносится самочувствием, да, просто имеется в виду, что всегда перед тренировкой идет большая часть, с самого утра, да, как бы, 2-3 приема перед тренировкой идет, и они, конечно, имеют большее количество углеводов. Емущественно, конечно, сложное, то есть, плана, как бы, злаковых культур, да, как бы, картофель. А что из любимого такого, вот, есть какое-то любимое блюдо, ну, соответственно, из того, что можно на ете? Да я вообще обожаю пищу. Не важно, да? Да, не важно, чем. Вот, ну, скажем, да, действительно, это так, я на самом деле. Не, у меня это тоже так, я просто думаю, может быть, а не так. В общем, еда, это круто. Бодибилдинг, как бизнес, оправдывает свои средства. Вот я с тобой хотел поговорить на эту тему, может, больше ее раскрыть, да, вот, как ты считаешь, вот, многие пишут, даже новички сначала, вот, смогу ли я зарабатывать? Вот, мне кажется, им об этом слишком рано думать, вот, твое мнение, с точки зрения зарабатывания денег, это, как ты к этому относишься? Скажем так, зарабатывают на бодибилдинге, корректнее всего сказать, наверное, спортсмены, которые занимаются им профессионально, да, либо люди, которые действительно одаренные и перспективные, в принципе, как бы, они могут правильно его преподать. То есть, скажем, это медийные люди, но в основном это профессионалы, то есть люди, которые выходят, которые имеют контракты, соответственно, имеют определенные, как бы, уже, да, спонсорские контракты, и это становится их работой. Ну, сначала нужно лет 5, а то и 10 вложить, чтобы потом собирать, да, это однозначно, да, даже, скажем, это в любом виде спорта, то есть это не только бодибилдинг. Это я к тому, что меня лично смешит такое отношение некоторых спортсменов, да, там, то есть я перспективный, я ем, я очень хорошо набираю, вот, ищу себе спонсора, никто, конечно, тебя не будет спонсировать с нуля, да, Ты сначала должен что-то из себя представлять, потом уже... Да, если говорить вообще в целом, как бы, о наших путях, разве нас кто-то сначала... Нет, нас сначала спонсировали, мы сами, собственно, как бы, я думаю, что... И вообще, ты знаешь, сейчас, как бы, в связи с вот этим взрывом в медиа, да, все думают, что это какой-то заработок, да, но на самом деле мы-то, когда начинали, мы это совсем не про это думали, да, Это было только спортивный какой-то азарт. Да, тем более, это спортивный азарт. Ну, по крайней мере, я вообще не думал, что я на этом буду зарабатывать. Да я думаю, вообще, ты когда приходишь в тренажерный зал, ты не думаешь, так, блин, мне придется качаться, это, конечно, я не люблю дело. Работа моя, да. Ну, заработок будет приличный. Алексей, кто для вас идеал в истории бодибилдинга? На кого вы равняетесь? А, скажем, даже с начала своей карьеры, когда я начал заниматься бодибилдингом, я, в принципе, даже не знал, что бодибилдинг существует. Мне просто нравилось качаться. То есть, это как-то возникло из карате, да, вот такая тема. И, в принципе, как таковых, как бы, тематик именно кумиров. Ну, может, не обязательно кумир, да, прям вот, вот, идеал, а стремишься, да, ты вот, может, выстроить так же карьеру, может, еще что-то, да. Может, не только с точки зрения тела, да, а с точки зрения вообще. Скажем так, есть определенный круг лиц, которых я уважаю. Уважаю в плане того, чтобы я понимаю, каких трудов им стоила, да, как бы, эта жизнь, которую они пройдут, как бы. Любой человек, получивший про карту в бодибилдинге, тем более выступающий на Олимпе. Это уже огромный путь. Да, и люди просто не представляют, да, каких-то... Да, это не передать словами, что эти люди, как бы, делают на протяжении всей своей жизни, потому что это длительный путь, да, как бы, связанный с многими преградами, как бы, любого человека, выступившего на Олимпе, на про-турнире, как бы, который уже занимается тем больше 20 лет. Люди занимаются больше 20 лет тем делом, да, который... Одним делом. Одним делом, да, собственно. То же это вызывает. Да, да, которое ты должен целый день, ну, как бы, каждый день приходить в зал, это... это очень тяжело. Такой вопрос, как восстановиться после болезни, а то массу слил, ничего есть не мог. Вот расскажи, когда заболеваешь, во время болезни, восстановление, как совмещать тренинг и питание? Да, но если, скажем так, мы просто возьмем, к примеру, болезнь ОРЗ обычная, да, там, ну, или, как бы, саморезное респираторное заболевание, да, ты проболел, скажем, примерно неделю-два, да, тебе пришлось восстанавливать иммунитет. Скажем, представим любую болезнь, почему вы теряете лишний килограмм, потому что организм, это все идет на теплообмен. То есть, фактически, как бы, вы теряете очень много воды, очень много жировой ткани в том числе, вы не едите, вы теряете очень много питательных веществ, вымывается кальций из костей. То есть, потерянный вес – это совокупность всех тканей вашего организма, не только мышечной массы. Упадок сил, опять же, таким на тренировках происходит, потому что... Не потому что вы потеряли очень много мышечной массы, просто она не в тонусе, это в первом, а в вторую очередь нервная система не наладила еще свои контакты, как бы... Ну, а как ты советуешь, вот при первых позывах, да, когда ты приходишь в зал, чувствуешь, у тебя горло болит, там сопли появляются, стоит заниматься? Если стоит, то до отказа, не до отказа. Если это касается человека, который не стремится к соревнованиям, ну, либо он выступает любительски, да, лучше придержать коней, как бы, да, использовать какие-то иммуномодуляторы, соответственно, ну, то есть, соответственно, по мере болезни. Помимо иммуномодуляторов, есть еще какие-то средства? Это понижение в жизни стресса, да, опять же, тренировочного стресса. Отдых больше, да, наверное? Да, конечно, это больше отдых, соответственно, скажем так, универсальное средство – это прием большой дозы витамина С, да, помимо иммуномодуляторов. То есть, зависит, конечно, из специфики болезни. ОРЗ, ОРВИ… Больше количества жидкости. Да, больше количества жидкости, как прописывают в Евросоюзе все время. У них же нет антибиотиков свободных продаж, просто назначение витаминной терапии и больше количества жидкости. Вот. Профессионалам тут немного с другой стороны уже приходится выбирать. Если у вас нет температуры, да, вы должны максимально перестраховаться, максимально, как бы, свой иммунитет повысить или стимулировать, чтобы этот процесс пошел, и просто регулировать по мере температуры. То есть, вы должны и продолжать тренироваться, и смотреть, чтобы болезнь не развивалась. Если вы знаете уже, ну, конечно же, вы знаете свой иммунитет более детально, если вы чувствуете, что вам все равно кердык придет, тогда, конечно, лучше воздержаться. Алексей, как скорректировать свои тренировки, если грудь отстает? Вот мы немножко обсудили, да, про чистоту тренинга. Ну, давай более детально. Вот, к примеру, грудь отстает. Твои советы четко, может быть, по дням недели или по упражнениям, что бы ты посоветовал? Ну, скажем так, по крайней мере, все равно фактически один раз в неделю. А по поводу, допустим, нечувствительности мышцы. Тоже много вопросов. Да, в первую очередь человек не чувствует группу мышц, потому что она не в тонусе. Вот, допустим, если приходит клиент, и вы начинаете тренироваться, и даже технические упражнения простое, иногда они даже не чувствуют эти мышцы, даже если они работают 100%. То есть, в первую очередь нужно заложить какую-то определенную программу, дать ей развиться хотя бы на 4 недели. То есть, выполнять определенный тренинг 4 недели и почувствовать, данный тренинг подходит на работу. То есть, приходит ли мышца в тонус данная, да, грудная, скажем. Если нет квалифицированного тренера, который мог бы задать вам ту технику, при которой у вас будет работать грудь, второй принцип – это тренажеры. То есть, просто тренажеры, инженеры стараются сделать тренажер так, чтобы его траектория максимально задействовала данную группу мышц. Да, тогда проще тренажеры. Но, опять же, по факту, вот разведение гантелей, жима гантелей и жим штанги, все-таки это должен быть квалифицированного тренинга, который скажет вам, какая техника вам подойдет четко. Потому что многие делают движения, действительно, они как бы сутулят грудь, грудь не выходит вверх, не смыкаются лопатки. Многие говорят, надо сомкнуть лопатки. Они должны автоматически прибегать к этому. Да-да-да, это не показатель работы груди. Многие думают, надо смыкать лопатки, делают упражнение, но оно фактически не идет на грудную клетку. Теш, ну, очень много в связи с последними событиями поздравлений. И прямо вот такие пестрят вопросы про детей, да? Поэтому я тебе все-таки его задам. Планируете ли вы детей? Я, как человек в этом деле не последний, хочу сказать, что советую. Это большое счастье, да. Как вообще вы думаете? В принципе, я за детей, я уже готов на самом деле к этому. Наталья не очень готова, потому что она постоянно, наверное, может, все видели в передачах, говорит, я хочу выступить хотя бы еще разок. И ей надо успокоиться. Поэтому она готовится на весну, у нее сейчас диета. Я думаю, дети будут в ближайшем времени. Конечно же, опять же, вот ты на самом деле большой пример этому, что как бы профессиональная карьера в бодибилдинге, да, выступления и рождение ребенка. Ты хочешь, не хочешь, ты сделаешь перерыв. Ты сделаешь перерыв, потому что невозможно физически все успеть. Иначе это будет и там плохо в семейном плане, и в спортивной карьере нехорошо. Поэтому я пытаюсь максимально подгадать момент, но с другой стороны, в принципе, так как я уже полностью психологически как бы не против этого, да, то есть, скажем так, не то, чтобы мы будем стремиться прямо вот на определенный срок загадывать ребенка, но если он получится, извините. Извините, будем очень рады. Да, 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 будем очень рады. Ну дай бог. Три продукта питания, ежедневно входящие в рацион. То есть, такой топ-3, да, которому ты никогда не изменяешь. Ну они однозначно есть, но в первую очередь это греча. Из белковых продуктов два продукта таких, я скажу даже. Это говядина, мясо, и, конечно же, грудка. Но мясо почему предпочтение? Не потому что я очень любитель мяса, оно содержит очень много карнозина, да, как бы, и, скажем так, достаточно много железа. Поэтому, да даже многих качков, которые занимаются в зале, иногда подтягивают прямо поесть мясных продуктов. Тяжелый продукт, его правильно надо готовить, правильно нужно употреблять определенное время, то есть не перед сном, конечно же, сложно перевариваться. Да, но необходим, да, я считаю, необходим в рационе греча, мясо и грудка. А торт там не тот лежит? Торт не мой, торт петен вообще, ребят. Но вчера, вернее позавчера, был торт то, что надо. Ну, качковский, кстати, такой, со фруктиками. С фруктиками, да. То есть как бы... С клубничкой, да, был? С клубничкой был. То есть как бы по фанту, да. По фанту, да. Алексей, были ли у вас проблемы с мотивацией к тренировкам? Возможно, какой-то неудачный старт, да? После которого ты приходил в зал и понимал, что, ну, хочу отдохнуть. Есть такое? Да, скажем, у меня вообще нет проблем с тренировками, потому что в первую очередь я делаю это не для соревнований, а для себя. То есть до любому человеку даже, вот, любому атлету, который занимается, да, давно, вот скажем, если скажете, ты исключен из федерации, ни в какую федерацию не войдешь, в любой клуб не пойдешь, вообще тебе все дороги обрезаны, ты скажешь, ну и что, я буду просто так качаться? Это не останавливает. Причем здесь зал, как бы, да, и соревнования. Я все равно могу качаться, да, я хочу качаться, я хочу так выглядеть просто. Поэтому нет, не было. Леш, последний вопрос, потому что уже пора подкрепиться, я думаю, затянули мы что-то уже съемочки. Вопрос по добавкам, да, здесь как бы мы обычно обсуждаем топ-5, но ты расскажи, как в течение дня принимаешь добавки, да, потому что я знаю, что ты уделяешь этому большое внимание. Это сюда входят и витамины, и минералы. Немножко расскажи про это. Именно конкретно про мой комплекс, потому что это займет еще полтора часа примерно. Или, в принципе, основу, базу такую, чтобы... В целом, в целом, да. Да, скажем так, я не любитель, вот, скажем, таких вот, знаешь, реклам, которые вот вам нужны и креатин, и отдельно витаминно-минеральный комплекс, здесь вот пошел протеин, здесь еще один одинаковый генер, и также БЦА, я как бы этого не любитель. Я всегда, допустим, даже на семинарах говорю, «Ребят, самое основное, в принципе, что у вас должно быть?» Это база, такое... Если общий витаминно-минеральный комплекс, это неплохо. Проблемы всех витаминно-минеральных комплексов, они хреново усваиваются. Все, неважно, какой фирм, какой качеств. Да, даже там бывают липосомные капсулы, якобы там, что растворяются, да, периодически. Нет, все равно, да, имеют свои антагонисты витамины, как бы нет. То есть основные это группы витамины группы В, минералы, в основном катион, калий, натрий, магний, это основные. Соответственно, и кальций, магний, это в основном, это такие группы идут, парные их называют. Ты их прюешь в разное время? Я их прюю в разное время, да. В основном, как бы, всегда витамины группы В идут в первой половине дня и на ночь. Кальций с магнием я пью чаще всего на ночь, особенно магний в отдельности. Кальций идет в рационе, в принципе, он периодичнее на протяжении дня, не суть важно. Калий, всегда в рационе калия, в принципе, любого спортсмена, он и так, все продукты, которые мы едем, обогащены калием, но, тем не менее, всегда после тренировки больше количества калия. Я видел, ты сегодня ел бананы, это, кстати, отличная тема. Да, да, да. Просто отличная тема. Вот, вот в целом. А перед тренировкой есть что-то такое, что ты обязательно перед тренировкой используешь? Перед тренировкой все время, как бы, нет, продукты богатые калием, да, действительно так, в принципе, это всегда необходимо. По поводу что-то конкретно такого там из минералов, нет, в межсезонье их всегда хватает достаточно, имеется в виду, который поддерживает основной водно-солевой баланс, это натрий и хлор, в первую очередь, натрий. Вот, как бы. И все, но витамин и минералы немножко разобрались. Да. Еще из портпита. Протеин. Стандартная тема. После тренировки. Правильно. На ночь. Да, более длинные формы или мицелляры. Еще что-то есть? Отдельные БАДы, скажем, не во всех они БАДах, конечно, есть. Производит, конечно, ПИК, есть такой у них БАД. Но в целом, как бы, да, есть такие БАДы, защищающие и улучшающие функцию печени, потому что мало людей знают, что 50% белка ваших мышц синтезируется именно в этом, как бы, органе. Это не зависит ни от какой-то там, на придуманной, да, химии там и так далее. Это просто большое количество белка порождает некое напряжение, да, и некую стрессовую работу. Конечно, да, выведение метаболитов, токсинов, поток желчи, холестерина. Это все, обработка печени идет, если она функционирует хорошо. То есть какие-то гепопротекторы на постоянную штуку? Обязательно. Что еще? Это, скажем, доп такие, да, уже для продвинутых. После тяжелых тренировок обязательно, я всегда пью, почему я так, может быть, молодой и выгляжу, это антиоксидантные комплексы. Все-таки тренировка, особенно с большими весами, выматывающая тренировка, приводит к сильному ацидозу крови. Много свободных радикалов, окисляющих холестерин, образуется атеросклероз, как бы, да, много метаболитов в целом выделяется, да? Вот обычному человеку, который знает только аптеку рядом из антиоксидантов, можешь что-то посоветовать такое, чтобы, понятное дело, никто не будет заморачиваться, наверное, связываться с пиком, да, чтобы ему заказали эту, ради одну банку. Вот как в обычных условиях? Аптечные, в первую очередь, антиоксиданты входят, это очень мощный антиоксидант из витаминов. Витамины группы В, витамин С и витамин Е. Особенно витамин Е, жирорастворимый витамин. Конечно, их не комбинируют с водорастворимым в один прием, но, тем не менее, витамин Е, как бы, отдельно, как продукт должен идти. Очень мощный антиоксидант. С какой периодичностью, допустим, витамины группы Е и витамины группы С, В ты советуешь? Водорастворимые витамины ежедневно, конечно же, они вымываются очень быстро. Витамин Е курсом периодически в течение месяца-два он накапливается в подкоре жировой клетчатки и, в принципе, может, как бы, наши запасы хватает у человека свыше 100 килограмм на протяжении года даже. Поэтому хороший витамин, секрет молодости Алексея Лисукова расскажет. Мы немного приоткрыли занавес, как бы, примерно на 3% сейчас с Андреем. Лех, ну, спасибо тебе огромное. Было очень приятно позаниматься и вообще пусть таких дней будет больше. Да, взаимно. Спасибо большое. Вот, собственно, и завершилась у нас сегодня тренировка с Андреем в клубе «Алмаз». Было очень приятно провести, в первую очередь, ее с Андреем, потому что таких моментов у нас бывает до раз в жизни. Мы на данный момент сегодня полноценно потренировались, постарались ответить на все ваши вопросы, которые вы нам присылали. Конечно, их было очень много, но, скажем так, мы зацепили те важные вопросы, которые, в первую очередь, Андрей считает интересными для вас. Ну и, собственно, как бы, думаем, что эта информация будет очень полезна для вас и, соответственно, даст почву для размышления, что, действительно, настоящий бодибилдинг – это немного более глубокая тема, чем таковая она является. Всем спасибо. Ребят, всем привет. Андрей прибыл ко мне. Блин, давай заново. Ехали? Лёш, ну я так понимаю, что основное преимущество блоков – еще раз забыл гогол. Поехали? Лёш, хочу проговорить. Не хочу. А, давай я тебе задам вопрос, и ты скажешь. Поехали? Ты держи ручку, начинай. Еще раз, так, я тебе скажу, ты сказал и сразу начинай, ладно? Так, чтобы не было тупника, что ты закончил и мы стоим тупим. Ну, ты меня спрашиваешь, я сразу сказал какой-то краткий. Да, и пошел. Да, то есть это как бы между разговором. Да. Ну, что там. Ну, тебя, почитаем. Сколько у нас там комментариев? Угу. Слушай, я боюсь выходить, потому что все собьется. А, ну и последний раз, когда я смотрел, было уже 288. Не, я уже 315 видел. А, да? Ладно, поехали. Ну, стоп, сколько ставишь уже? Едем, да? Да. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Когда Олимпию возьмешь. Хороший вопрос, я сам бы себе задал его. Вот, а здесь мы можем немножко варьировать, да, времени. Еще как времени, вот здесь стоп. И, поехали? Да. Она задает определенную, то есть, точно, таковая она является. Всем спасибо, было очень приятно провести. Что там еще надо закончить концовку, да? Присуем, можно на всем спасибо закончить. Да. Продолжение следует...